Прибудет 20 часов, 57 минут, на 12 суток, пожарные и оттяжные. Вашей безопасности категорически запрещается переводить поезда... Так, ну что, сегодня очередная поездка. Бегу на самолет, опаздываю. Никогда так в притирку не приезжал. Уехал не на тот терминал, посадка на самолет уже идет. Ну бывает такое. Прямо в перетирочку. Ё-моё, опоздал. Ну как так-то, а? Самолет стоит. Все. Не хватило буквально нескольких минут. Печально. Опоздал я на самолет. Опоздал на самолет. Бывает. Поехал до терминала Д. Ну и потерял драгоценное время. Даже, несмотря на то, что взял такси, по-быстренькому доехал, не помогло. В притирку пришел. Но, точнее, регистрация уже прошла. Посадка на самолет была закончена. Самолет стоял. Не вылетел я. Слава богу, хоть 13 тысяч доплатил, 150 долларов. Купил билет. Точнее, мне сделали билет. Уже следующий день. Я вот переночевал сейчас в отеле. За тысячу рублей снял отель. Ну, что поделаешь? Такое случается. Давно бывает. Что ж поделаешь? Я это принял как данное. Опоздать на самолет это не самое, наверное, худшее, что может случиться. Поэтому поездка продолжается. Сегодня попытка номер два. Ну, второй день в аэропорт Шереметьево приезжаю подряд. Ну, сейчас уже приехал за пять часов до вылета. Нет, за четыре. Четыре часа осталось. Так что, думаю, что все будет нормально. Главное только, чтобы самолет был исправен. Такая тема, до чего люди, да, додумались. Продают алкоголь, и можно вот так вот попробовать. Нажимаешь, и отсюда аромат выходит. Ну, если нос прислонить. То есть, аромат алкоголя получается. Вот этот хеннесси с привкусом. Вот привкусом вот такого, который я сейчас чувствую. Именно вот привкус идет. Какого-то? Ореха, миндаля. Вот еще коньяк. Это типа шоколад должен быть. И прямо вот чисто шоколадный вкус идет. А это, видно, цветы. Точно. Запах прям цветочный такой. Я уже после дьюти-фри в парфюмерии уже не чувствую. Точно. Продолжение следует... 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 Но я надеюсь, до этого не дойдет. Чего-то тут Пашка делает какое-то дело. Такое место не особо большое. Кошмар. Мегаполис ТВ обещает. Идем. Не, спасибо, брат. А это вот рикша. Предлагает нам рикшу. Нет, нам рикша не нужна. Мы любим ходить пешком. Тут, кстати, опасно вот так тоже телефоны идти снимать. Могут выходить, если на мотоциклах будут ехать. Мотоциклисты выхватывают телефоны. Но говорят, здесь воруют. В Бангкоке такая тема процветает. Так что аккуратнее с телефонов. Я надеюсь, сам не потеряю. Ночной Бангкок. Сейчас мы еще дойдем до Чайна Тауна. Доедем. Сейчас поедем на метро. На метро будем ценить. Подземное. Надземное я завтра попробую заценить и спеть. А сегодня подземное буду. Вообще тут три вида метро в Бангкоке. Подземное, надземное и аэропортное. Метро. И каждое метро это отдельная система. Которая имеет свою оплату. Свое время вхождения и выхождения. Тут свои правила. Ты должен заранее указывать ту станцию, на которую будешь выходить. Если ты не выйдешь на ней, ты получишь штраф. Если ты будешь находиться в метро больше, чем два часа, то ты тоже плачешь штраф. Короче, такая тема. Тут спокойно. А, ну и с линии на линию, естественно, перейти нельзя. Чтобы на другую линию перейти, тебе надо опять платить. Даже если ты поедешь на трех линиях, по-моему, тебе за каждую линию придется платить. Так что, по сравнению с банковским метро, нашим метро, в любом случае, конечно, я уже заранее понимаю, что оно и красивее, и выгоднее, и удобнее. Поэтому спасибо Собянину. Так, а вот это, кстати, вот она. Подпонг эта улица, вот она. Это улица Подпонг. Одна из улиц красных фонарей. Ну, не знаю, стоит ли туда идти. Опасно же, опасно. Там, наверное, Степан сидит где-нибудь, ждет. Ладно, что, пойдем. Пойдем на станцию тогда. Переходим. В очках, в очках идет. Типа солнце светит. Ну да, ну да. Зашли в метро, вот купил жетончиков. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать тайское метро. Подземное, подземное. Пока подземное. На, жетон. Да. Его просто приложить надо. Да? Его приложить? Все, я приложил. Понял, да, у них как сделано? Смотри-ка. Только надо понять, в какую сторону ехать. Ватманкон? В этой же я стою или нет? Извините, Подземное, Вы скажете мне, Ватманкон, в этой стороне? Ватманкон. В этой стороне. Ватманкон, не в этой стороне. Я думаю, что ты можешь подземном. Как вы получите другую сторону? Я думаю, что ты сможешь подземном. Да? Окей, спасибо. говорят вниз идти да короче сверху мы спустились и прям под этой линии другая линия то есть у них не слева и справа а одна линия вверху а другая линия внизу под ней да давно мечтал побывать тайском метро но здесь кстати еще можно говорить люди разговаривают авто в японии вообще запрещено общаться метро то должен молчать так мы что выходим из метро тут оплата происходит опусканием жетона обратно открывается система такая короче так идем дальше чайна-таун смотреть жалко фонари не горят очень жаль это прям как будто гонконг пошли вперед на так бы удобно было взять скутер проехал опасный панкоп ебда вкусно харай мак харай мак 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 вот такие жуки мой палец короче жуки хорошего-то личинка сейчас я ее съем сейчас будем ценить наземное метро пора уже конечно еду до самой прокана район самый прокан находится в 30 километрах от центра банккока еду до последней станции на наземном метро там уже пересаживаюсь на такси и еду в древний сиам парк муанг баран это вот надземное метро которое получается на втором этаже до странно 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 что тайцы практически все тайцы ходят в масках у них как будто бы до сих пор еще пандемия саудика юнди тонн рамсу протестай hello народу мало уже еду до конечной станции да тайский язык блин сложный произношение выучил эту фразу я не знаю привет юнди тонн рамсу протестай что значит добро пожаловать в Таиланд выучил эту фразу я все все в масках почему-то в общем то как и везде конечные станции уже последний предпоследний народу мало никого нету я думаю что по поручням можно уже понять да что место мало когда час пик люди стоят в основном большинство людей едут стоя поэтому очень много таких вот поручней а ну и еще видно из-за того что тайцы маленького роста как и я у них вот такие ручки везде прям развешены не дотягиваются не дотягиваются тайцы до потолка чтоб держаться до высоких поручней капон кап кап че сейчас вот выйду на конечной станции возьму такси байк 50 бат стоит так ну что вот последняя крайняя станция этой ветки сторону вон барана кеха называется станция кеша по сути так выходим тут такая система также как и жетонами карточку и жетон проглатывает и выходишь так теперь надо понять на какую сторону мне правильно выйти судя по всему сюда ну да сейчас здесь поймаем такси байк и поедем а может быть даже может быть я и доеду вот на этой на этой тачке можем спросить тут вот эти вот тук-туки ходят может быть до муанг барана а вот сам муанг баран вот этот весь тут получается эта территория его вся как я полагаю да да а это мой будет да а мэйбезис лизбета хоми ес овкоз спорт 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 басикл спорт басикл спорт 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 спорт